Медицинская практика позволяет предположить, что сознательное «я» в состоянии отделиться от физического тела и видеть его со стороны. Человек, испытавший клиническую смерть, может позже вспомнить события, происходившие в то время, пока он пребывал в этом состоянии. Ощущение внетелесного существования, ВТС, часто появляется перед смертью, но случается и с абсолютно здоровыми людьми. Опросы с целью выяснения, насколько распространено это явление, установили, что его испытывали от 10 до 25% опрошенных. Наиболее часто это состояние характеризуется ощущением дистанцирования от тела, обостренным сознанием и повышенной способностью к восприятию окружающего. Профессиональные исследователи нашли доказательства, что некая жизненная сила действительно может на какое-то время оставлять наше тело. В 1965-1966 годах доктор Чарльз Тарт из университета штата Вирджиния, США, провел испытание над бизнесменом Робертом Монро, которого он попросил переместить свою нефизическую сущность из одной комнаты в другую и сообщить о том, что он там увидит. В восьми сеансах ему удалось дважды испытать внетелесное существование. Монро, оставаясь в одной комнате, пересказывал, что находится в другой. Вы видите этих людей сейчас на ваших экранах чуть правее. В классическом труде «Проекция астрального тела», изданном в 1929 году, американец Силван Малдун описывает случаи собственного внетелесного существования, которое он начал испытывать с 12 лет. Скептически настроенные психологи выдвигают предположение, что ощущение ВТС возникает в связи с перестройкой механизма памяти, галлюцинациями или чрезвычайно яркими сновидениями. Однако эти идеи не могут объяснить, почему люди, испытавшие внетелесное существование, способны описывать события, которые имели место, пока они были без сознания. Герой следующей истории Ури Геллер родился в Тель-Авиве в 1946 году. Уже в 4 года проявилась его способность усилием мысли сгибать металлические ложки, так называемый эффект Геллера. Вы сейчас это увидите на ваших экранах. Израильтянин был неизвестен до 1972 года, когда американский исследователь паранормальных явлений Андрея Пухарик привлек к нему внимание физиков из Стэнфордского исследовательского института в Калифорнии. Они провели многочисленные тесты. На них особое впечатление произвела способность Геллера к ясновидению. Говорили, что он может читать мысли, гнуть ключи и прочие металлические предметы простым касанием или даже взглядом. Запускать механизмы и останавливать их с помощью телепатии. И Геллер им это продемонстрировал. Среди наиболее ожесточенных критиков Геллера был профессиональный фокусник Джеймс Рэнди, в прошлом член комиссии по научному исследованию паранормальных явлений, который утверждал, что все достижения Геллера – это изощренно поставленные трюки. Однако в 1970 году Рой Стендил, фотограф лондонского журнала News of the World, по предложению Геллера сфотографировал его камерой с закрытым объективом. Крышка была жестко закреплена на фотоаппарате. Когда полученную пленку проявили, среди множества пустых кадров оказались изображения Геллера, достаточно четкие для публикации в газете. Но после этого вопрос о том, фокус это или нет, я имею в виду сгибания ложек, были забыты. Со временем Геллер перешел к предсказываниям по карте, определяя районы перспективные для поисков минерального сырья от угля до нефти и золота. Инженеры, геологи и представители деловых кругов оплачивают его консультации крупными гонорарами, а ученые, ученые по-прежнему разводят руками, будучи не в состоянии объяснить его таланты научно. Знак вопроса до сих пор венчает сотни паранормальных явлений и событий, свидетелями и участниками которых становятся вполне нормальные люди. Многие из этих событий зафиксированы звукозаписывающей, фото и видеоаппаратурой, но внятного научного объяснения им так и не получено. Знак вопроса Продолжение в следующий понедельник